Продолжение следует... 22 декабря в Абхазии отмечается День Энергетика Судьба настоящего человека Новый год – время чудес. Утренник в детском саду «Ласточка» 22 декабря президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником В поздравлении, в частности, говорится Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником Днем Энергетика Энергетика – одна из базовых отраслей экономики От ее эффективного развития и успешной работы зависит конкурентоспособность бизнеса Надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства Социальное благополучие граждан Ваш труд заслуживает признательности и уважения Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев Особые слова благодарности ветеранам энергетической отрасли, которые заложили надежную основу энергетического комплекса Они много лет остаются преданными выбранной профессии И сегодня продолжают передавать свой богатый опыт молодому поколению специалистов Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успеха в нелегком труде Пусть вам сопутствует удача, а в ваших домах царят мир, тепло и согласие В канун профессионального праздника Дня Энергетика 20 декабря после капитального ремонта была запущена в эксплуатацию Сухумская ГЭС В селе Гума Сухумского района состоялась церемония открытия Сухумской гидроэлектростанции Объект восстановлен за счет частых инвестиций На предприятии присутствовали президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, министр экономики Адгур Ардзимба О характеристиках объекта рассказал технический директор Сухумской ГЭС Резоз Антария Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет 19,6 мегаватт Этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии, выравнивая ее поток Сантария отметил, что объект создал 25 новых рабочих мест, на которых уже работают местные специалисты высокой квалификации Российский инвестор и директор ГЭС инженер Владимир Апухтин сообщил о том, что стоимость проекта составила около 12 миллионов долларов Президент Абхазии со своей стороны выразил благодарность участникам проекта по восстановлению Сухумской ГЭС Надеюсь, что начало работе положено, нам нужно переходить на использование малых ГЭС Есть возможность реконструировать 4 перепадных станции в Галском районе Если у инвесторов будет готовность включиться в эти процессы, то государство должно рассмотреть такую возможность Жизнь не стоит на месте, и я не сомневаюсь, что работа этой станции будет полезной, сказал Рауль Хаджимба На этой неделе глава администрации Галского района Тимур Нодарая провел плановые совещания с начальниками отделов, организаций, предприятий, учреждений города и главами администрации сел В начале совещания глава района напомнил присутствующим, что все договора должны проходить через юридический отдел После чего он принял отчеты о проделанных текущих работах Глава также сообщил всем о результатах проведенной проверки контрольной палаты Затем на повестке совещания был рассмотрен вопрос об исполнении плана по налоговым поступлениям По данному вопросу выступили сотрудник налоговой службы Инал Джинджолье и замглавы по финансовым вопросам Нина Гунчадзе Замглавы сообщила, что декабжская заработная плата бюджетникам уже начислена В ходе совещания глава в очередной раз поднял вопрос о переходе на новый план учета Всем бухгалтерам необходимо овладеть компьютером и научиться пользоваться программой 1С Начальник экономического отдела Тимура Блотья высказал мнение, что было бы хорошо в колледже создать курсы бухгалтеров для повышения квалификации Которые проводили бы квалифицированные специалисты, так как данная профессия очень востребованная в районе Совместитель главы района Вахтанг-Маан сообщил, что генпрокуратура и МЧС были проведены проверки в образовательных учреждениях на пожаробезопасность Он отметил, что в некоторых учреждениях система пожарной безопасности вовсе отсутствует Тимур Нодарай ответил, что для образовательных учреждений были выделены средства на замену электропроводок и покупку огнетушителей Также были приведены в порядок противопожарные лестницы Но вопрос противопожарной сигнализации пока не решен В ходе проведения двух рабочих совещаний были обсуждены и другие вопросы, касающиеся жизнеобеспечения района По каждому из них глава района дал соответствующее поручение для исполнения ответственным лицам Коллектив ГалТВ от всей души поздравляет энергетика в Абхазии с профессиональным праздником И предлагает вашему вниманию специальный репортаж, посвященный судьбе настоящего человека Который долгие года проработал в сфере энергетики и сегодня продолжает трудиться в Галском районе Человеку, который всю жизнь посвятил служению людям Нет идеальных людей, которые никогда ни в чем не ошибаются Но есть люди, достойные огромного уважения Об одном из них мы хотим вам сегодня рассказать Вячеслав Артемович Цаава родился в 1940 году В селе Лекухона, в крестьянской семье В те годы донецкие шахтеры осваивали город Кварчал Куда и переехал его отец в 1938 году Мой отец решил добровольно пойти И оказывается, еще до моего рождения, в 1937 или 1938 году, он поехал туда осваивать В 1946 году меня забрали туда, в Кварчале И с тех пор я там рос, там вырос, школу там закончил После окончания школы он отслужил в Советской Армии Затем окончил энергетический факультет Ленинградского инженерно-экономического института Закончил институт, вернулся, начал в Грессе работать, Кварчал в Грессе работал Начал с помощника Кочегара Кочегар что такое, помощник что будет Потом Кочегар, потом дежурный инженер И потом, когда, скажите, правда, я увидел, что пустили первый агрегат на Ингуре И я перешел сюда, на Ингуре Дежурным инженером перепадной ГЭС А потом строились тогда вот нижние станции Начальником ГЭС-234 был вот эта нижняя станция И так как практически никто ничего не знал Я поехал в Ленинград, это оба, и генераторы турбины, это оба с Ленинграда Ленинградский завод, и там с людьми познакомился, их привез сюда И с их помощью начали изучать и осваивать вот эти агрегаты Потом я посмотрел, что вот они маломощные и мало кто останется здесь Поэтому я сделал ставку на местное население Местных людей, наиболее таких с техническим образованием был Я составил где-то больше 600 вопросов И пока они мне сдавали экзамены где-то год, полтора, два года Из них настоящих дежурных инженеров делал И они в своем селе, и такая должность и так далее С удовольствием все это осваивали Было очень хорошо Вячеслав Артемович, помимо его главной деятельности, связанной с энергетикой Увлекся языковедением и долгое время проработал в редакции газеты ГАЛ Меня привлекли, и мне очень понравилось Особенно увлекся языком, вот мегрецкий язык Он уникальный, между прочим, очень уникальный язык И начал заниматься Чем больше занимался, тем интереснее было И у самого появилось желание кое-что сделать Я издал книгу, значит, учебник для первого класса Вот, назвал его ЧКНДНИНА, наш язык Календарь издавал Русские попросили И разговорник издал Я им подарил Рубрику ввел Забытые слова И вот в каждом номере Вот это забытые слова Находил, печатал И чтобы люди Не забывали язык Он уникальный, знаете, чем? Огромные синонимы Огромные синонимы Значит, только одно слово Ушел Медаль 28 тысяч Синтаксистой формы имеет Ну да А грузинский язык Всего-навсего 10 тысяч слов Из них 8 тысяч Мегрецкий На первом курсе своей учебы Встретил свою любовь Зинаиду Васильевну Которая стала его женой И родила двоих детей Дальше его жизнь протекала Гораздо более драматично Он потерял сына Но не сдался Горе его закалило В своем рассказе Он старался не затрагивать Эту глубоко личную драму Которую пережил Благодаря поддержке Родных и близких Мы с ним создали В Ленинграде Там Моя Супруга Бедная Она Тоже наш факультет Закончила Только Раньше меня Ровесники были Но я же в армии Еще служил Сюда Когда вернулись Здесь В Кварчелле Тоже девочка Появилась Двое детей Мальчик Девочка Ну старался Чтобы Все то Что необходимо Соблюдать Соблюдали Но Чтобы получали Все Что они Должны иметь То Что заслужили Детей люблю Очень С ума Скажу Сейчас у меня Внуки Выросли Уже выше меня Не поиграю С ним А дети Я чужие Смотрю Идут Или перекрещу Или там Улыбнусь Дети Это наше будущее И Надо Чтобы дети Не знали Что такое война По мнению Нашего героя Секрет долголетия Заключается В здоровом Образе жизни В умении Жить в мире И постоянной Трудовой деятельности Которая Необходима Каждому человеку Здоровый Образ жизни Как говорится Но Трудиться Дружусь Теоретически Возраст человека 800 лет Ну не надо 800 Хотя бы 200 Не надо 800 Хотя бы Со 100 Начать Вторую сотню Чтобы разменять Вот крепко На ногах Друзья и коллеги Отметили высокий Профессионализм В работе Преданность делу И мастерство Вячеслава Артемовича Которое многим Помогло В их профессиональной Деятельности Вячеслав Артемович Саава Наш коллега Сотрудник Который Большую часть Своей жизни Проработал В нашей системе Мы У него Как его взяли Очень большой багаж Опыта Ну до нас Конечно И работал В системе Гидроэлектростанции Был начальником Всех этих Станций Первый Второй Третий Четвертый Человек Который имеет Огромный Стаж работы И Учились мы Ну то что знаем Большая заслуга Этого человека Могу вспомнить Такой Он был начальником Сбыта Сколько лет И Мы Рейды проводили По улицам Допустим Приходим Жителю И он Имеет долг Там 3000 рублей Или Должны Мы его Отключить От сети Или Он должен Оплатить Ну смотрит Он на него Семья Хорошая Но не имеет Деньги Он сам Вытаскивает С кармана Платит На него Потом Мне долго Оплатить Если будет Возможно Вот такой Он нас Научил И Мы Пару Раз Делали Ему Всегда Возглашали А мне Иногда Нет Артемовича Я знаю В 70-х Годов Энергетическое Образование Он получил В России И Ну Он был Направлен В Кварчевий Крест В разных Цехах Там он Работал И Уже Специалист Энергетик Вернулся В свой Родной Кальский Район В Ингур Иггес Он там Начиная С мастера Вырос До Начальника Нижних Кесов Он Энциклопедия Не только В энергетике А Вообще Он очень Образованный Человек В Первоганской Средней школе Ткурчалского Района Учатся Три Правнучки Вячеслава Артемовича И преподает Алгебру Дочь Анжелика Цаава Детство У меня При таких Родителях Как Мой отец И Зинаида Цаава Моя мать Было Очень хорошее Потому что Очень внимательные Родители Очень Ласковые Родители Я всю жизнь Гордилась Ими Естественно Мне они Помогали Всегда А ну-ка Ребенок Когда что-то Не понимает В классе Занимаясь Приходит И родители Спрашивают Ну давай Помоги мне Как что Всегда Всегда И во время Учебы В школе И так Поддерживали Всегда Ну я считаю Что Детство У меня Было Отличное Ни в чем Никогда Не отказывали Родители Я считаю Что я Счастливый Человек Имея Вот Как сейчас Моего отца Он Очень приятный Человек Как это Иногда Вот Слышишь Дочь Подняла Голос На отца Или еще Что-нибудь В этом роде Такого У нас нет Только Уважение Только Ну Поддержка Вот Всегда Было С его стороны А теперь Я стараюсь Отплатить Тем же Болезнь Мамы Нас очень Сильно Огорчила И его Тоже Вот Но он Оптимист Он Оптимист И дает Пример Нам всем Как Нас Дожить Несмотря На то Что Трагедия Проблемы Смерть Моего Брата Подкосила Нас Всех Ну Опять же Я считаю Что Жизнь У них Удалась Вот Им Желаю Всем Чтобы У всех Были Такие Прекрасные Родители В селе Первый Гал Где живет Наш Герой И перепад На ИГЭС Где он Долгое Время Работал Были рады Представлены Возможности Рассказать О прекрасном Человеке Который Отличается Особым Благородством Души Добротой И приветливостью Расскажите Об Артемовиче Как давно Его Вы знаете Какой он Совет Какой он Человек Очень Такой Хороший Человек Родители Отличный Сосед Хороший Инженер Я очень Долго Знаю Его Он Дородился Соберю Здесь Работал В Токварчелии Там Он Бил Начальником Усмены Потом Переехал Уже К нам Как Мой друг Говорил Он Отличный Человек Хороший Хорошо Знает Своё Дело Специалист Хороший И как Сосед Хороший Слава Владимирович Мы знаем Уже 47 48 Год Живём Вместе Здесь Соседи Это Есть Как Говорят Человек От Бога Вообще Весь Посёлок Всё Село Кому Что Понадобится Что Кому Какая Помощь Нужна Все Подходят К Славику Он Всем Подаёт Руку Всем Помогает Этот Человек Я не знаю Это Уникальный Человек Как Отец Как Супруг Царства Небесной Зинаида Васильевны Она была Тоже Женщина Такая Что Не знаю Это Наверное Их так Бог Создал Их Учиться Как Жить Как Работ Таким Человек Нужно Быть Мы Всегда Ждём Милости От Природы Государства Родных И Близких Но Если Каждый Из Нас Делал Всё Возможное Как Вячеслав Артёмович То Жизнь Вокруг У нас Была бы Намного Чище Добрее И Светлее Анжела Белава Никогачава Борис Сацу Гал ТВ 20 декабря 2018 года В подразделениях Пограничного Управления ФСБ России В Республике Абхазия Проведены Праздничные Мероприятия Приуроченные К Дню Работников Органов Государственной Безопасности В городе Ачимчира В торжественной Обстановке Были открыты Бюсты Выдающихся Флотоводцев Нахимова И Ушакова Имена которых Навечно внесены В славную историю Черноморского Флота На данном участке В мероприятии Присутствовали Представители Администрации Ачимчирского района И сотрудники Силовых структур Республики Абхазия Которые поздравили Военнослужащих С профессиональным Праздником Сотрудники Органов Безопасности Абхазии И России Надежно охраняют Рубежи Республики Абхазия И готовы Подполковника Эдуарда Нарсисян Старшего прапорщика Андрея Удальцова Геройски погибших При исполнении Воинского долга По обеспечению Безопасности Абхазии Самый любимый Праздник Для взрослых И детей Конечно же Новый год Наш следующий сюжет Посвящен празднованию Нового года В детском саду Ласточка Подготовка Началась задолго До наступления Праздников Дети пришли На представление Нарядные Веселые В предвкушении Праздника Наступила Любимая пора Не только для детей Но и для взрослых Время проведения Новогодних утренников В ожидании Нового года В дошкольном учреждении Ласточка Прошел новогодний праздник С малышами Младшей группы Подготовили И провели Праздничные мероприятия Воспитатели НАТО И НАНОЧКАДУ Поздравляю вас С Новым годом Пусть этот Прекрасный праздник Пронесет вам Самое Долгожданное И желанное Пускай каждый Человек Майдет свое счастье В человеке Или в любимом доме В карьере Или в уютном доме В актовом зале Была атмосфера Праздника И волшебства Он был украшен Яркой новогодней Иллюминацией Множеством Гирлянды Снежинок Малыши Малыши перевоплотились В различных героев Лесных жителей И матрешек Ребята приняли участие В хороводе Играх А также Они станцевали Исполнили песни И прочитали стихотворения Родители поддерживали Светлите Аплодисментами Мороза С его появлением Праздник стал еще интереснее Дедушка был озорным И веселым Дети с удовольствием С ним играли Заведующая детским садом Зия Киртава отметила Что такие праздники В их саду проходят часто Для того, чтобы доставить Малышам радость Утренник был для младшей группы Дети очень старались Настроение было праздничное Новогоднее Для них это был первый праздник Первый утренник Не судите строго Мероприятие прошло эмоционально И с хорошим настроением Несмотря на то, что дети Подустали к концу представления Они радовались полученным подарком Из рук Деда Мороза Илона Микава Ника Гачава Гела Закарая Галтова Уважаемые телезрители Предлагаем вашему вниманию Программу новогодних мероприятий На предстоящую неделю Которые состоятся В районном Доме культуры 25 декабря в 14.00 Театр Живой Сказки Представляет интерактивный спектакль Волшебное спасение Снегурочки 26 декабря в 15.00 Студия Панда Представляет спектакль Счастье вдруг в поснежниках 27 декабря в 17.00 Студия Сверет Представляет спектакль 12 месяцев 28 декабря в 14.00 Районный новогодний концерт 29 декабря в 15.00 Новогодний карнавал Для взрослых Вход только по пригласительным Эфир продолжат Новости спорта С Артемом Качарава С наступающими новогодними праздниками Вас, дорогие телезрители 15 и 17 декабря В городе Сухум Проходил чемпионат Абхазии По баскетболу Среди женских команд В соревнованиях Принимали участие 8 команд из Гудауты, Гагры, Ачемчири, Туарчала И 4 команды города Сухум Ачемчирская команда Гюенос, которая до этого Выигрывала серебро и бронзу Впервые за 25 лет Стала чемпионом Абхазии В финале они обыграли Столичную команду Спартак Со счетом 55-39 Третье место заняли Бзыбские баскетболистки Победив Туарчалскую команду 15 и 16 декабря В Майкопе прошел Всероссийский турнир по самбо Среди юношей 1999-2001 года рождения В турнире принимали участие 124 спортсмена Из 19 команд Российской Федерации И спортсмены из Абхазии По итогам соревнований В весовой категории До 82 кг Третье место занял Сухумчанин Артем Бедикян Команду готовил тренер Роберт Наваян 15 и 16 декабря В городе Сухум Прошел четвертый турнир Клубного чемпионата Абхазии По настольному теннису В чемпионате участвовали 44 спортсмена В составе 7 команд По итогам соревнований В командном первенстве Первое место заняла Команда Сухум Второе место у команды Пивоваренный завод Сухумский Третье место у пограничного управления ФСБ России в Абхазии С новостями спорта На сегодня все До новых встреч И коротко о погоде На предстоящую неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом все С вами был Ника Гачава До новых встреч в эфире Абзия раз Чки розо дюндат Редактор субтитров А.Семкин